Ведение от Бога Книга пророка Захарии, 5 глава, с 1 по 11 стих И опять поднял я глаза мои и увидел, «Вот летит свиток». И сказал он мне, «Что видишь ты?» Я отвечал, «Вижу летящий свиток, длина его 20 локтей и ширина его 10 локтей». Он сказал мне, «Это проклятие, исходящее на лицо всей земли, ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне. Я навел его, говорит Господь Саваоф, и оно войдет в дом Татя, и в дом, клянущегося моим именем, ложно, и пребудет в доме его, и истребит его, и дерева его, и камни его. И вышел ангел, говоривший со мною, и сказал мне, «Подними еще глаза твои, и посмотри, что это выходит?» «Когда же я сказал, что это?» Он отвечал, «Это выходит Ефа». И сказал, «Это образ их по всей земле». И вот кусок свинца поднялся, и там сидела одна женщина посреди Ефы. И сказал он, «Это женщина само нечестие», и бросил ее в средину Ефы. А на отверстие ее бросил свинцовый кусок. «И поднял я глаза мои, и увидел, вот появились две женщины, и ветер был в крыльях их, и крылья у них, как крылья аиста. И подняли они Ефу, и понесли ее между землею и небом. И сказал я ангелу, говорившему со мною, «Куда несут они эту Ефу?» Тогда сказал он мне, «Чтобы устроить для нее дом в земле Синаар. И когда будет все приготовлено, то она поставится там на своей основе». Размышления, часть первая. Свиток. Книга пророка Захарии, пятая глава с первого по четвертый стих. Израиль получил законы от Бога через Моисея, однако избранный народ постоянно нарушал заповеди. Летящий свиток в этом видении символизирует закон Божий, который не в состоянии исполнить ни Израиль, ни остальной мир. Размер свитка соответствует размеру святого в Скинии. Это подразумевает, что Божий стандарт святости не соблюдается. Из-за этого придет суд на все человечество. Но кто способен соблюсти этот стандарт, когда даже само Писание говорит, что нет на земле праведных? Книга Экклесиаста 7.20. «И все мы лишены славы Божьей». Послание к римлянам 3.23. «Только наш Мессия и Спаситель, Иисус Христос, который прожил безгрешную жизнь и поэтому мог стать совершенной жертвой за наши грехи. Мы исполняем Божьи заповеди не собственной силой, но силой живущего в нас Христа. Обратитесь к Христу, потому что сам Он был послушен Богу во всем и вас этому научит». Размышления, часть 2. Нечестие. Книга пророка Захарии, 5 глава, с 5 по 11 стих. Видения Захарии в этой главе связаны одной темой. Это очищение Израиля от зла и греха. Видение о свитке говорит о суде над грехом, а в видении о Ефе главным является избавление от зла и нечестия. Злу нет места ни в Царстве Бога, ни среди его детей. В этом отрывке грехи людей, которые символизируют женщины посреди Ефы, уносятся в землю Сеннаар, Вавилонию, более подходящее место для нечестия. Но придет время, и Бог очистит от зла все народы, а все человечество даст ответ за свое нечестие. В послании к Ефесинам, 6.12, Павел пишет, что мы воюем не против плоти и крови, но ведем духовную битву против зла. Мы знаем, что Христос победил, поэтому давайте сражаться добрым подвигом веры. Молитва Милостивый Бог, пожалуйста, даруй мне чистые руки и непорочное сердце. Я хочу быть человеком с цельным характером. Пожалуйста, помоги мне уповать на то, что ты сам будешь вести и оберегать свой народ. Храни мое сердце, как можешь только ты. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok